Субтитры делал DimaTorzok И это не последнее дело. Работает Павел Петров-Голицын. Человек, который на мне оставил свой след. Ссылочку на его инстаграм я оставлю в описании. Чекните. В последнее время абстракция все больше проникает в мою жизнь. И я с большим удовольствием изучаю и расшифровываю это явление. Абстракция может стать языком, на котором можно выстраивать общение, но не в привычном его смысле. Иногда мы с Ксюшкой подобной практикуем. Это контакт, не несущий никакой конкретики. Создание чего-то общего, но при этом мы вообще не разговариваем. Слова тут лишние. Ты толком ими даже ничего не объяснишь. Коннект идет совсем на другом уровне. И результат вашего диалога, в кавычках, может выглядеть весьма интересным. И вот, значит, был случай. Попросили меня как-то оформить одну комнату. Заказчики хотели увидеть море, но не в классическом своем исполнении. Нужно было передать ощущение большой воды, а не скрупулезно вырисовывать каждую волну и капельку. В общем, способ, о котором я сейчас расскажу, доступен каждому, кто хочет придать своим стенкам любопытный вид. В комнате уже полностью сделан ремонт. Поэтому необходимо все тщательно заклеить, чтобы потом уже не дергаться и работать спокойно. Поверхность, с которой мы будем работать, это декоративный кирпич. Присущий ему рельеф сыграет нам на руку. Попозже увидите как. Когда речь заходит о работе в жилом помещении, аэрозоли не может быть и речи. В таких случаях я всегда выбираю водоэмульсионку. Тем более в этот раз ее свойства растворятся водой, нам пригодится. Весь инструмент на исходной, можно приступать. Первым делом полностью закрашиваем весь имеющийся первичный цвет. По-любому пробелы будут. Разумеется, ведь это всего лишь один слой. Оставляем так. Потому что дальше сверху ляжет еще несколько. Визуально разбиваем всю площадь по пятнам. У нас тут планируется море, поэтому палитра соответствующая. Стыки между цветами на данный момент не имеют значения. Сейчас нужно просто закрасить всю область. Из-за того, что это кирпич, плотно закрасить его валиком нет возможности. Им в швы просто так не подлезешь. Поэтому кисть. Да, дольше. Но зато нужный закрас. Эту работу мы также выполняли вместе с Ксенией. Ее нет в кадре только потому, что ей приходилось снимать весь процесс. Поочередно жонглируя камерой и кистями. Без ее помощи процесс бы затянулся. А так, работа заняла у нас около трех дней. Краски ведь нужно еще периодически высыхать. Ничего не мешает замешать парочку своих оттенков. Это даже пойдет на пользу. Короче, стена полностью закрашена. Теперь наша задача заляпать-замаскировать все швы между оттенками. Делали это разными способами, но в основном в дело шел стретч. В смятом виде он создает нужную мне хаотичную фактуру. Мы просто наносим краску на этот комочек и ляпаем как вздумается. Или вот еще вариант. Впитываем валиком побольше разной краски. И смело разными движениями наносим на поверхность стены. Если рисунок от валика слишком уж бросается в глаза, то тогда тем же куском стретча можно заретушировать нужный участок. Далее. Валик с распылителем и микрофиброй. Добросали красочки и побрызгали на нее водой. Она начнет расплываться. И так как мы работаем на вертикальной поверхности, у нас обязательно появятся подтеки. Ликвидируем их с помощью тряпки. И самое главное, конечно же, это экспериментируем. Вы легко можете придумать сами свой уникальный способ нанесения краски. Все зависит только от вашей фантазии и от того, что вы хотите увидеть по итогу. В какой-то момент я понял, что это уже у меня не море, а какое-то небо получается. Понадобились смелые корректировки. Море субстанция подвижная и крайне нестабильная. Вот именно это и необходимо передать. Нужны движения, нужны блики. Способ, который сейчас демонстрируется, очень похож на переводилку. Но лично мне это так напомнило. Скажу так, закончить эту работу было очень сложно. Я не понимал, как она должна выглядеть по итогу. Поэтому просто не мог остановиться. И вообще при свете лампы накаливания оттенки вообще другие. Плюс, когда краска подсохнет, весь цвет вообще поменяет яркость. Неделю спустя, все как я и говорил, комната стала светлее. Да, забыл упомянуть, это же детская. И именно это и было в приоритете. При ближайшем рассмотрении можно не кисло так залипнуть. На разного рода подтеки и взаимоотношения и цветов. Иногда, когда я дома долго не могу встать с кровати, в моих стенах этого очень не хватает. Так, по фасту. В ВК кидай свои работы. В инстаграм залетай. По-любому. И колокольчик, если не хочешь пропустить новые видосы и потоки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok